Депутаты Госсобрания Республики выехали в Сибай для изучения экологической ситуации в городе, сообщает пресс-служба регионального парламента. По распоряжению спикера Курлтая создана соответствующая рабочая группа. Депутатам предстоит на месте ознакомиться с экологической обстановкой, обойти все проблемные объекты, оценить эффективность действий органов власти, МЧС и других служб. Также запланирована встреча с жителями города. Напомню, с 15 ноября столица Башкирского Зауралья находится в облаке промышленного смога. На днях ситуация резко ухудшилась. Облако ядовитого, по словам независимых экспертов, дыма стало значительно гуще. Причиной всему называют тление на дне карьера, принадлежащего Училинскому горнообогатительному комбинату. Жители Сибая устроили стихийный сход граждан у здания администрации города. В акции приняли участие несколько десятков человек. По данным МЧС, на данный момент смога в городе нет, здоровью жителей ничего не угрожает. Информацию о том, что смог рассеивается, порталу РБК Уфа по телефону подтвердили сразу несколько жителей. Ранее люди начали массово сообщать о болях в голове и кашле из-за смога. Подробнее о ситуации со смогом в Сибая читайте на сайте ufa.rbc.ru Сейчас к другим темам. Башкортостан на пятом месте по объему выданных автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, за 10 месяцев сумма составила без малого 19,5 миллиардов рублей. Это более чем на 12% превышает аналогичный показатель 2017-го. Самые большие суммы с января по октябрь зафиксированы в Москве. Почти 56 миллиардов. В Санкт-Петербурге 37, в Московской области без малого 36 и в Татарстане более 21,5. Объем выданных в октябре текущего года автокредитов в НБКИ называют рекордным за все время наблюдения за данным видом розничного кредитования. К примеру, за октябрь 2017-го сумма меньше почти на 18%. На увеличение объемов автокредитования влияют удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков, считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров призвал усилить пропаганду отказа от курения и употребления алкоголя. По его мнению, именно эти факторы являются одними из главных причин преждевременной смерти жителей республики. Радий Хабиров заявил, во время поездок он не видел примеров наглядной агитации, которая стимулировала бы граждан отказываться от вредных привычек. Также, по его мнению, к этой работе необходимо привлечь не только лечебные учреждения, но и средства массовой информации и другие доступные ресурсы. Это первая ключевая проблема, о которой мы должны сейчас говорить, что мы пьем в чудовищных масштабах и друг друга убиваем, сами себя люди убивают. Тогда, раз это так, может быть, мы лучше меньше будем тратить время на то, что будем рассказывать, что там парен и овощи кушать надо кому-то и так далее. А сосредоточить удар сюда, вот где самое главное. Я вот не видел масштабной работы в республике, да, ну, может быть, она есть, я не знаю, приношу извинения, чтобы у нас борьба шла против курения. Кроме того, Радий Хабиров сообщил, все те программы, которые направлены на профилактику заболеваний среди населения, не всегда эффективны. Это происходит потому, что они реализуются по старым стандартам. К примеру, по мнению главы региона, лечебные учреждения республики слабо представлены в соцсетях. На этом у меня пока все, оставайтесь с РБК.